всем большой привет ждали мы 1 января долгое время оно наступило и что мы теперь ждем конечно первое марта все ждут весну сразу как только начинается новый год я тоже не исключение я очень люблю весну особенно когда уже заканчивается апрель и вот такое предвкушение тепла солнышко и красоты вокруг давайте посмотрим что я отобрала из ухода на январь-февраль на самом деле 26 ноября я снимала подобный ролик и тогда сказала что продукты которые показываю многие будут до конца февраля работать так оно и происходит но девочки тогда некоторые ужаснулись и сказали света конец ноября ты хочешь до конца февраля нас оставить без такого плана ролика поэтому давайте я вам снова покажу уход что-то поменялось ну а что-то будет продолжать работать пену пену я эту уже вам показывала но ее было значительно больше аромат ванили карамель кто-то из девочек сказал что пены в эйвен стали хуже работать я с ними согласна в отношении аромата если взять пять лет назад аромат стоял так что мимо ванной комнаты идешь и если кто-то принимает душ пахнет пеной сейчас нужно хорошенечко так налить в ванну и аромат пены быстро улетучивается к сожалению это так сама пенистость неплохая но опять же если вы побольше польете хорошо взболтаете пены будет много но вот с ароматом все не так к сожалению но тем не менее красивый цвет пена приятная аромат из бутылочки тоже приятный потихоньку пользуемся чаще используют конечно сын я больше люблю принимать душ ну а теперь давайте по уходу за волосами тут поменялся уход за волосами часто меняется взяла я вот такую линейку от фаберлик эксперт взяла шампунь для интенсивного увлажнения волос у меня волосы нормальные склонные к жирности поэтому увлажнение достаточно сильно жирнит волосы но тем не менее я хочу зимой комплексно так вы знаете как в лечебных целях в увлажнить как следует структуру волос я ими воспользуюсь пока шапка пока я могу мыть часто волосы это не проблема я буду использовать эту парочку вообще для сухих волос и ломких она подходит для пересушенных для обезвоженных вот эта линейка изготовлена но раз она у меня есть то надо ей воспользоваться а то я тяну резину а сроки годности тоже мне говорят что либо пользуйся либо придется выкинуть и какое-то время назад вообще купила себе эту линейку мама она даже частично воспользовалась может быть шампунь и вот где-то вот так я у ней буду сейчас помогать потому что что-то и не очень нравится от эйван эдвант техник шампунь против выпадения волос обещает уменьшить уменьшить выпадение волос но шампунь конечно же сама не может такого сделать впрочем как и бальзамополаскиватель но если вы пьете витамины если вы заботитесь о волосах о своем здоровье то шампунь вам в помощь будет наверное так в шампуне 400 миллилитров она не маленькая буду использовать ее наверно долго ну по крайней мере не один месяц хотя тут уже ее чуть больше половины а вот бальзамополаскиватель 250 миллилитров он будет работать вместе хочу отметить приятный блеск у этой линейки всегда он мне нравился эдвант техник конечно вы его аромат имеет замечательный и третье средство которое мама взяла не уверена я что я буду им пользоваться потому что обычно я вот так потом на влажные подсушенные волосы наношу масло для волос и все а тут третье средство давайте вам покажу это сыворотка и ее по моему надо наносить просто на подсушенные влажные волосы не смывая и расчесывать но попробую попользоваться но что-то вот она мне не внушает доверие я боюсь что она будет жирнить волосы ну один-два раза все равно попробую вот мама ей не пользовался она так целая и осталось стоять надо потестировать чтобы быть точно уверены и еще одно средство которое использую я буду тестировать а вообще использует мама мне хочется проверить как она будет работать в коробочке красоты приезжала вот это средство эффективное средство для мытья волос и кожи головы обещает устранять и предотвращать появление перхоти у меня перхоти нет а вот мама пользовалась линейкой репейником и у нее возникла перхоть вот она как раз ей было в помощь а мне хочется потестировать хотя бы один раз шампунь тот еще бальзам как они работают как волосы после них себя чувствуют но и у мужа моего сейчас перхоти нет но волосы склонны к перхоти поэтому я попрошу его тоже потестировать но интересно вот что это за dry dry если я правильно читаю название бренда вот здесь кстати по 100 миллилитров в каждом и каждое средство каждая туба была еще и в коробочке ну в общем если я буду тестировать то я вам их и показываю чтобы были это масло которое я наношу на волосы вот такого бренда вы знаете такой аромат обалденный ну прямо очень приятный масло осталось где-то вот так замечательно работает на волосах у меня кстати я постоянно вам жаловалась что волосы сильно сейчас выпадают сыпется сейчас такой волосопад остановился то есть они сейчас в норме осыпаются конечно но в пределах допустимой нормы поэтому я так думаю витамины и вот эти все масла мне были в помощь отличное средство но аромат восхитительный как будто туда прям несколько капель парфюма добавили и в пустых баночках я показала коробочку вот из этой линейки биомакадамия кератин это спрей для легкой укладки волос я им крайне редко пользуюсь он идет для сухих и нормальных волос мои волосы нормальные вся линейка уже закончилась но это средство я так думаю будет у меня пока не испортится годами стоять потому что такие средства ну что спрей 170 миллилитров представляете то есть им придется долго долго пользоваться плюс я еще и забываю это делать часто так давайте теперь гели для душа вот гели для душа я вам показала на всю зиму 26 ноября часть я истратила и вот три которые остались они остались я не показывал вам те которые начаты что-то я может быть достала помимо них у меня используется я целиковые показываю все трое три бутылочки от и фраше у них по 200 миллилитров видите ароматы абсолютно разные двое цветов один такой зимний апельсин корица гели от и фраше восхитительные хотя они не кремовые но они не сушат кожу и работают хорошо ароматы у всех приятные но я ароматы вы знаете не очень люблю описывать потому что ароматы это вообще настолько индивидуально каждого человека свое отношение к ароматам и еще одно средство я вам его уже показываю с лета это то что наш 10-12 применений это моя вот эта губочка пенящаяся губка два в одном она стала еще меньше то есть в ней вот тот кусочек мыла пропитанный средством он уже прямо мягенький но тем не менее она пенится отлично какие там 10-12 я уже ей воспользовалась наверное раз 30 но я и пользуюсь не каждый день она бы уже давно конечно закончилась я ее беру в спортклуб у меня есть шапочка для волос а я в эту шапочку заворачиваю эту губочку и тогда она уже не мокнет а спокойно ездит со мной спорт клубом в рюкзачке но средства замечательные в любой отпуск это восхитительное средство которое может выручить не надо никакие гели не надо никакие скрабы губка двухсторонняя с одной стороны антицеллюлитная поверхность с другой нежная губка для интимной гигиены у меня постоянно на краю ванной стоит от лактоцит я не знаю бывает я смотрю тоже пустые баночки у девочек ежемесячно заканчивается аж по нескольку средств я не знаю мне вроде как одной одного нажатия даже много на одно применение поэтому у меня такие средства медленно расходуются 200 миллилитров хорошее отличное средство мне нравится от лактоцит вот это вот защита и уход за интимной гигиеной и еще одно средство для мытья это скраб прошлый раз я забыла скраб показать но когда я пользуюсь например губкой либо скрабирующими перчатками я бывает скрабом не пользуюсь скраб я наношу только на проблемные участки это практически от лопаток до календо это янтарный солевой скраб ману фактура белотела в 200 миллилитров мне присылали на обзоры эту янтарную косметику и она мне понравилась единственное что как-то я трудновато с маслом янтарным для умывания дружу но тем не менее она у меня в очереди стоит пока не использую видите его тут немного скраба осталось очень приятный цвет приятный аромат пахнет облепихой и скрабинки такие если сильнее нажимать руками когда вы распределяется по телу то чувствуется что идет антицеллюлитная даже такое воздействие скрабирование идет хорошее медленно расходуется потому что и как я вам сказала на проблемные участки и мне не надо чтоб скраб падал ванну то есть я вот сколько набрала распределила по рукам и ими же прошлась по телу то есть скраб у меня достаточно экономный идет дезодоранты 26 ноября я так и буду все складно этот ролик скидывать от него отталкиваться потому что я его только что просмотрела чтобы было что вам сказать я вам показывал тоже два дезодоранта вот это там был его осталось чуть-чуть но он у меня не заканчивается потому что я его беру в рюкзаке в спортзал то есть каждый день не пользуюсь дома вот когда иду спортзал он у меня чтоб не забыть с собой взять он у меня теперь живет постоянно в рюкзаке поэтому тут осталось чуть-чуть он хорошо работает особенно после душа после спортзала не до спортзала после хорошее средство дезодорант мне нравится был момент когда я его нанесла например с утра а к вечеру пошла спортзал и не обновила то есть надо было еще раз наверное ополоснуться его опять нанести и тогда сказать как он со спортом то справляется или нет но вот с утра и до вечера включая спорт он не справился и отфа гавайи аромат ананаса и цветка франжипани этот дезодорант если вы наносите на себя никакого парфюма вам не придется наносить течение часа потому что настолько насыщенный аромат я считаю что дезодорант не должен иметь такой интенсивный аромат тем более еще какая-то химозная нотка вот этого ананаса и франжипани не купила бы я мне он попался в коробочке красоты сначала когда я его потестировала первый раз вниз показалось прям вау такой приятный аромат но на теле это вот лично в моем случае не надо так интенсивно пускай будут цветочки но нежные нежные какой-то такой цветочный аромат отдаленный который не перебьет парфюм этот перебьет и парфюм и от вас еще вот этими гавайями будет долго ну источать от вас этот аромат я не скажу что он плохой но он слишком насыщенный навязчивый вот меня по крайней мере преследует в течение часа потом так из ухода давайте зубные пасты покажу и потом по кремам пойдем зубная паста у меня одна закончилась сейчас у сына заканчивается я не несла ничего чем пользуется семья там у мужа свое у сына свое мамы свою только мои средства зубная паста у меня от faberlic ее сначала взял себе сын клюнул на аромат вишни но что-то ему не понравилось приятная паста но мне ее с утра например тоже как-то не хватает сочная вишня освежающая она вот как вечерние средства хороша но я ее буду использовать вот с этим средством с кокосовым углем когда-то мне приезжал этот уголь на тестирование мне очень понравился но у него есть большой минус я его даже из-за этого минуса в итоге отставила мочите щетку макаете в этот уголь что прилипло вы наносите на зубы и эта чернота летит по всей ванной комнате даже на стены как бы вы рот не закрывали все равно вот эти вот частички они будут разлетаться и когда вы будете смывать себя вам придется это еще долго выполаскивать между зубов но зубы будут белеть вообще это средство нужно наносить до зубной пасты то есть после него нужно почистить зубы отдельно пастой как раз у меня будет работать вот это от фаберлик в итоге результат отличный но вам придется умывать себя прополаскивать между зубов ну вообще зубная паста это уже сделает за вас и для этого средства нужна своя зубная щетка потому что она будет черного цвета лишь бы вам ее придется каждый раз отмывать стирать и кипятком ошпаривать чтобы вот эту черноту убрать но если ваши зубы нуждаются в отбеливании вы будете это все прощать и еще одна паста тайская когда мне не захочется вот этой вот танцевальной процессе с промыванием с долгими процентами чисткой с долгой это отличная паста которая тоже в принципе делает отбеливание зубов у меня ее еще много здесь нужно пол горошинки и у вас пены хватит на всю семью по факту она отличная хорошо чистит хорошо освежает прямо освежение отличный практически на полдня дает и она идет вот с такой лопаточкой который вы и подцепляете средство очень хотелось мне от сплат новинку взять но я подумала что если я ее возьму я опять это все отложу в сторону потому что так произошло с биомед когда я взяла от биомед отбеливающую пасту я это все отложила хочу сейчас все таки истратить хотя бы что-то из этого потом открыть новинки ой для тела то сколько я взяла так давайте покажу вообще то что я показывала 26 ноября практически в пустых баночках были совсем другие средства я вам пустых баночках два раза показывала два лосьона которых не было в ноябре в обзоре потому что они у меня в использовании в активном были я их по сути и добила но сейчас чуть-чуть изменила тем продуктом которые были на ноябрь давайте покажу вот это осталось то что я планировала очень приятный аромат малины бодишоп я начала пользоваться это по сути масло для тела это классное масло для тела она и по текстуре классное она и по аромату замечательная но ой по нанесению хорошие мне кажется здесь где-нибудь 200 миллилитров мы тогда с вами не нашли сколько она по весу а вот нашли 192 грамма в общем 200 миллилитров по факту 200 грамм отличное средство буду пользоваться пока зима от батавика состоится тропический питательный крем для тела он мне очень понравился аромат таких тропических цветов я вам его показывал что он начатый по факту я им еще один раз может быть воспользовалась и пока добивала вот эти вот лосьоны которые были в пустых баночках этот это средство стояла и дальше давайте вам покажу новиночку которую я выбрала это крем для тела моделирующий если вот это после душа то вот это независимо от душа можно использовать от велента это подарок был профессиональный уход для всех типов кожи интенсивное увлажнение придает упругость кожи восстанавливает контуры тела и чем он моделирует давайте вам покажу мне очень понравилось вот здесь описание давайте я подержу чтобы вы могли ее прочитать информацию и и один-два раза в день видите что мне понравилось то есть тут надо терпение проявите действительно один-два раза в день на всю поверхность тела особое внимание проблемные места на поврежденные наносить не надо в общем буду вот два раза в день 200 миллилитров если спорт в жизни присутствует да еще если вот это ну а вдруг я стану прямо настолько подтянутый что вот увидите ахнете и от green мама у меня он уже стоит давно я его не показываю но он уменьшается я сейчас видите она помятая потому что я перелила в круглую банку мне так будет удобнее до тратить 170 миллилитров что не так аромат вот на тело как бы я не любила аромат травки тут клевер и полевой хвощ я как-то вот на теле аромат травки не очень люблю но неплохое молочко но в крем-бальзам написано но это скорее лосьон либо молочко для тела по текстуре вот по жидкости работает неплохо на теле он не сразу впитывается надо подождать чуть-чуть вот пока зима сейчас чаще душ принимаешь особенно в связи со спортом буду его тоже время от времени между вот этим уходом использовать потому что от green мама не надо долго хоронить хотя срок годности на самом деле больше у таких вещей чем заявлен производителем и тоже хочу использовать вот так вот девочки крем для тела крем для тела который идет вот с такой помпой я не знаю что это за шутка у этого бренда мико но как можно вот такой малышкой с такой помпочкой это же сыворотка да по факту здесь 15 наверное миллилитров использовать это средство как крем для тела но я это сделаю единственное что конечно же я ее вот так открою и как-то разово что ли над ее оттуда еще извлечь разнести по всему телу ну чтобы уже эта малышка не стояла ее истратить аромат приятный попадалась коробочки красоты но для тела если вы хотите даже мини версию либо пробник сделать это не тот вариант куда можно засунуть залить упаковать продукт для тела для лица я понимаю для тела конечно ну ладно не буду я больше ворчать я вообще лояльно отношусь обычно ко всему что встречаю но тут удивил конечно удивил как одна подписчица сказала наверно они изготовили это для лилипутов наверное да так кремы для рук для ног для ног ничего не изменилось как я вам показала в ноябре так и остаются эти два продукта вообще последнее время у меня ноги вообще не проблемные поэтому я использую средства для ног даже не каждую ночь и даже не каждую третью ночь то есть бывает раз в неделю или два раза в неделю я вот это вот для рук пчелиное маточное молочко наношу я вам говорила что это средство его на годы хватит это обычный такой плотный вазелин если ваши руки либо ноги пересушены если они нуждаются в конкретном уходе то этот вазелин вам в помощь для меня это слишком плотная текстура и если например как я на ноги наносить такую такое средство то вы заранее побеспокойтесь все дела сделать что вам с кровати уже не вставать в течение часа точно иначе вы на нем будете устраивать танцы на льду и второе средство когда мне не хочется мучиться с такой текстурой сложный это обычный крем для ног с приятным косметическим ароматом от oriflame то он не в помощь далее не устали для рук для рук я прошлый раз показывала несколько средств одно закончилось второе крем-баттер от кафе мими кажется называется такая рыжая была баночка я в пустых баночках ее показала но вот остатки крема еще у меня вот в такой клубнички это густой крем-баттер очень хороший очень экономный для рук вообще замечательно работает даже на ночь как маска для рук хорошо работает он у меня прямо так продолжительно находится в использовании и какое-то время назад у меня ребенок увидел мужской крем для рук сказал мама купи у меня будет свой собственный мужской крем для рук но купить то я его купила на полку мы его даже поставили полгода он простояла у фаберлик нет такого срок годности чтобы вот слишком долго чтобы он стоял поэтому стоит этот мужественный энергичный аромат ментола и пользуюсь им я и на ночь вот 75 миллилитров тут срок годности открытый 6 месяцев поэтому сроки уже поджали и приходится мне использовать этот мужественный аромат на себя и также ребенок увидел вот такую красивую картинку в новом креме для рук от эйвонки питание с маслом какао для сухой и очень сухой кожи и тоже открыл вот тоже стоит около кровати естественно пользуюсь семья когда на улицу надолго выходишь например либо руки подсохли когда я какие-то кухонные дела делаю долго с водой уважаюсь тогда вот этот крем вообще хорошо спасает ситуацию получается тоже так неожиданно открытый а вообще на косметическом столике когда вот этот закончится у меня у меня в планах стоит уже прямо в очереди за ним клубничный крем для рук вот от этой вот марки тоже подарок он зафольгирован давайте откроем я его еще не открывала фольгу сняла только кстати он зафольгирован и тут и еще был слюду полностью замотанный это вот я сейчас открывала покажу информацию какая идет к этому крему вообще в подружке я насколько знаю было два таких крема один вот с клубничкой аромат а второй банановый тоже красивая очень упаковка тут и попугайчики и бананчики вот мой с клубничкой очень приятный аромат и кстати тоже достаточно плотненький такой не зря я его взяла будет меня радовать но вот эти два будут так оставаться около кроватки мы его не их не скоро увидел в пустых баночках потому что такие средства только на ночь а на ночь не так много и надо это очень долгий процесс очищение переходим к очищению к умыванию так сюда поближе бутылочки ставлю осталось пока не закончится ничего нового не открою вернее у меня открыто много но когда открыто несколько средств вообще они все стоят как будто бы не двигаются с места поэтому я решила поэтапно по одному использовать иван тру чудесное сияние нутро эффект это без без ощущения липкости легкое очищающее масло для лица оно не содержит мыло давайте покажу что здесь написано обещание хорошие неплохо работает наносите на сухое лицо потом добавляете воды размыливаете смываете и какая-то грязь лица жиры все это смывается вместе с этим маслом осталось не так много вот за месяц я истратила где-то вот так но я так думаю что весь январь я еще с ним буду но потом он закончится и очень понравилось вот эта пенка корейская прямо очень очень понравилось в отличие от масла она отмывает лицо так что вот если масло вы знаете вы смываете смываете она уже смыта а вас ощущение такое что надо еще что-то смыть с лица вот оно конечно не сушит кожу потом вытираете лицо все замечательно но вот эффект что как будто масло осталось оно присутствует вот эта пенка она смывается вот ощущение до скрипа но при этом не сушит кожу то есть лицо ощущение чистоты что все у вас смыто вся грязь ушла вот какое-то психологическое такое отношение ощущение что все вы умыли отлично тут конечно уже на несколько раз намочена была поэтому плохо видно а так корейское средство 50 миллилитров коробочки красоты попалась прямо восхищение вызвала поэтому она у меня как бы вот чередуется скраб который я вам показывала он еще есть его нужно совсем чуть-чуть это абрикосовые косточки от чистой линии тут прямо даже вот я стучу на пустотой уже звенит но тем не менее даже если тут вот так это еще на месяц очень медленно такие вещи заканчиваются скраб конкретно если чувствительная кожа не подойдет если нормальная кожа как моя и нуждается в хорошем очищении он подходит скрабинки жесткие но их не надо сильно давить пальцами то есть чем легче вы их касаетесь пальцами тем мягче идет скрабирование а вообще в чистой линии еще один и скраб с малиновыми косточками там вообще нежно нежная и мягкое такое влияние на кожу то есть нет такого как беспощадного давления и очищения так показывала я в ноябре вот эту двухфаску единственное что ее было где-то вот так за месяц я истратила вот получается это еще на весь январь точно это для снятия макияжа водостойкая тушь очень хорошо тоже смывается от иван единственное если вы слишком много польете на ватный диск попадет в глаза будет щипать у меня очень маленький расход потому что это срез вот когда вы болтаете на ватный диск нужно совсем чуть-чуть этого будет достаточно чтобы снять макияж с глаз и чтобы средство не текло с ватного диска и не попадала в глаза то есть если кто-то ругает это средство значит вы слишком много льете на ватный диск там нужно прямо две-три капли ну пусть четыре капли и этого достаточно смывает хорошо лучше еще один ватный диск намочить и еще раз протереть глазки чем налить в глаза этого средства а с лица продолжаю использовать от и фраше вот эту мицеллярную воду воду два в одном она с глаз не смывает нормально макияж плохо смывает а с лица нормально кто-то из девочек писал вроде же 0 что использует как тоник тоже можно она очищает неплохо подходит для чувствительной кожи а еще я и бывает сводчи когда показываю вам декоративную косметику смываю сводчи прошлый раз был тоник который закончился на его смену лосьон тоник я взяла чистой линии приятно пахнет цветочками в два раза больше увлажнение действительно увлажнение дает освежает тонизирует увлажняет с ароматом василька и входит в состав василек для нормальной комбинированной кожи мне понравилось хорошее средство использую вот я его в течение месяца в январе он закончится конечно потому что всего 100 миллилитров и его сменит уже вот такой от green мама тоник календула мелиса аир для сухой нормальной кожи 300 миллилитров в три раза больше поэтому вот этот будет у меня точно до весны использоваться у меня как-то вот такие средства очень медленно расходуются так далее давайте теперь остался уход для лица и маски для губ взяла два бальзама но некия первый бальзам 5 грамм в нем было использую я его достаточно активно у него аромат на любителя конечно такими травками какими-то пропаренными пахнет но использую с удовольствием губы когда подсушены он работает хорошо вот так его осталось использую нравится этот бальзам нравится а когда просто надо увлажнить перед помадой например то бальзам от упс и живичный семифредо очень приятный аромат цвета он никакого не дает но он не лечит он просто дает небольшое увлажнение когда матовая например помада планируется или стойкая помада вот он дает увлажнение какое-то пока макияж лица наносишь и потом помаду на него и помада ведет себя хорошо губы не сушит для лица сейчас я поближе подтяну для глаз остаются те же два продукта fresh roll охлаждающий гель для кожи вокруг глаз забываю я им пользоваться но неплохой гель он делает даже небольшой массаж под веками благодаря тому что у него шарик железный вот этот шарик который делает массаж так вот тут информация есть все показала да и вот он сам ролл ролик приятный холодненький и гелевая текстура его на самом деле где-то вот так осталось но он медленно расходится потому что этот шарик немножко считаю попадает на под глаза средства и потом я уже вот так держу то есть не так шариком катая чтобы все текло и текло а потом спокойненько уже наношу то есть цели быстро закончить у меня нет и остается от лимони для век крем к сожалению вся информация канула в небытие отличный крем прямо рада что он расходуется медленно здесь еще половина думаю так до весны он у меня и будет отличное средство я уже прошлый раз его хвалила можно прямо непосредственно перед стом наносить под глаза и никакой отечности не будет нравится и для лица увлажняющее средство я взяла коробочку я к сожалению не взяла ночью вот это средство идет интенсивное увлажнение пульвизатор прямо из него шика на очищенное лицо и распределяю хорошо увлажняет и это увлажнение прямо такое чувствуется конкретно для зимы супер для сухой кожи супер от батавика сыворотку восстанавливающая питательная интенсивный уход я ее отставляла ее сейчас осталось половина почему отставляла сыворотка неплохая единственное у нее аромат такой знаете вот для лица не очень подходящий пахнет не помидорами а как это называется а вот лемонграсс и базилик вот базиликом пахнет у нее не работает вот когда мне она приехала на обзор сразу не работала пипетка сначала это я просто окунала пипетку вот так делала и на лицо распределяла а теперь уже половина пипетка выносит мало средств мне приходится каждый раз переворачивать в руку выстукивать этот продукт и потом наносить на лицо но тем не менее сыворотка работает хорошо она дает питание увлажнение и под крем для лица работает неплохо все сыворотки которые вам показывал до этого ушли в пустые баночки использовала и джейсон остается этот же крем здесь 100 миллилитров мне его хватит на очень долго его нужно каплю на лицо потому что такой жирненький программа анти рич в нем и он хорош также на шею на области кольте его можно чуть больше на ночь наносить на лицо за два часа до сна как маску я вот как маску жалею у меня есть маски которыми я пользуюсь но и к маскам для глаз остаются вот такие две маски вот это бальзам маска для контура глаз против морщин отечности зеленым чаем петрушкой огурцом от битекс и вторая маска такая увлажнение для для кожи интенсивное увлажнение и против морщин и отечности то есть маски разные я их по необходимости применяю то есть вот это увлажнение с утра хороша а вот это от морщины отечности на ночь так давайте вот здесь я поставлю их маски которые для лица то что я готовила прошлый раз частично я использовала многое забыла использовать а вот еще одна для глаз коллагеновая одизала сто процентов коллаген и кстати активный лифтинг и здесь идет вторая вот эта вот сашетка кира с керамидами неплохая маска здесь патчи под глазки я ее тоже хочу использовать потому что у меня давно эта маска лежит также я взяла маску для губ она ко мне приехала в последней коробочке красоты никогда не использовала маску для губ для меня это будет впервые поэтому с удовольствием попробую и маски для лица от майтан остается вот такая питательная ночная восстанавливающая маска и и здесь осталось чуть-чуть когда мне лень делать маски я наношу ее на все лицо и ложусь спать и она работает всю ночь она уже такая достаточно легкой часто вам ее показываю но пока не закончилась планирую в этом месяце почистить носик раз в два в три месяца я это делаю от фаберлик очищающей полоской мне нравится как она работает главное как следует намочить нос и главное надрезы сделать на краешке носа чтобы маска вот это вот сама пластинка полоска она немножко друг на дружку зашла и нос полностью закрылся тогда она очистит классно и последние маски для лица которые у меня остались это он оксидантная маска гидрогелевая хочу ее использовать она ко мне приезжала в коробочке красоты и и хвалят поэтому буду использовать от skin light набрала масок разных одна подтягивающая лифтинг освежающие и с восточными травами вот такие маски использую и одесса у меня залежались три маски 4 даже тканевые и у них тоже идет вот этот вот коллаген но на самом деле пока их используешь коллагена хватит из одной маски на неделе две потому что его надо прямо малюсенькую капельку он очень липкий и долго долго не впитывается поэтому прямо микро капелька на все лицо и этого достаточно не коллагена я сказала керамиды натуральные керамиды здесь оговорилась простите так это пока вот в планах конечно с масками у меня хуже обстоят дела я говорю вам одно а потом пользуюсь другим но тем не менее планы есть все это все что на ближайшее время я планирую из ухода надеюсь со мной было интересно спасибо всем кто смотрит мои ролики все кто ждет мои ролики с уходом мне очень приятно что вы даже в личку пишите напоминаете что свет это обещала это очень приятно что канал интересен всем приятного времени суток и всем пока